Ну, вы знаете, я могу сказать, что вот эти ночные проверки, это одна из составляющих того, что происходит на сегодняшний день на оккупированных территориях. Достаточно много сообщений все-таки приходит от жителей, которые не смогли выехать, до сих пор верят в то, что все-таки Украина вернется, и они не согласны с вот этой властью оккупантов, и они информируют нас, что там происходит. Есть даже, сбрасывают нам скрины переписок, где, ну, например, заставляют учителей и работников библиотек свозить в определенное место все книги на украинском языке или про Украину для того, чтобы в дальнейшем их просто сжигают. Просто во дворах библиотек, во дворах школ их уничтожают, чтобы никакого упоминания об Украине не было вообще в принципе. И такого очень много на самом деле, к сожалению. То бишь там реально это геноцид украинского народа, и вот все, что касается Украины в любом проявлении, это, к сожалению, уничтожается. Какова сейчас военная ситуация на Луганщине? Расскажите, пожалуйста. Достаточно тяжело у нас и уже не первый день, и не первую неделю. Сейчас все силы бросил враг, вот российская армия, все свои резервы для того, чтобы перерезать трассу Лисичанск-Бахмут, для того, чтобы захватить Северодонецк. Обстреливают очень сильно Лисичанск, причем у них нет возможности подойти близко к городу, поэтому город обстреливается очень тяжелым вооружением, такими артиллерийскими системами больших калибров, 152-м, 203-м, 240-м. Уничтожают здания просто с верхнего этажа до подвалов, причем стреляют целенаправленно по гуманитарным штабам, по школам, там, где в укрытиях сидят люди. Уничтожают всю инфраструктуру полностью. И мы понимаем, что очень много техники свезли, очень много артиллерии подтянули и личного состава. Задача поставлена четко, там, до 10-го или 10-го числа, но обязательно захватить Северодонецк, перерезать трассу Лисичанск-Бахмут, таким образом отрезать возможность какого-то сообщения для военных. Сергей, а почему до 10-го числа? Это они так ко дню России 12-го готовятся? Вы знаете, ну, на самом деле, я не знаю, почему ставят такие дедлайны им, тем более они невыполнимы, в принципе. Может быть, кто-то недоволен результатом в Москве, поэтому пытаются хоть как-то кого-то чем-то мотивировать. На самом деле, ну, давайте вспомним, там уже многострадальные и заезженные, но все-таки реально это было, вот эти тезисы за несколько дней, там, выполнить определенные операции, от взятия Киева, там, до Одессы. И наши реалии, более 100 дней не могут даже полностью контролировать Северодонецк. И что бы там ни говорил, там, я не знаю, Путин, Кадыров, Шойгу, ну, неважно, но невыполнимые это задачи. Да, очень тяжело сдерживать Северодонецк. Да, там просто город уничтожают полностью, но город они не контролируют.